Дневной разворот Павел Владимирович Ольга Лушникова Редактор специальных программ ТНТ 43 регион Ничего не перепутала? Нет, все правильно Мы будем подключать по телефону И верхошежемского фермера Николая Окунева И надеемся, что выйдет с нами на связь Фермер из Лебяжского района Председатель районной думы Владимир Гуляев По какому поводу мы сегодня здесь собрались? Еще раз, если что-то я буду неправильно излагать Вы меня сразу поправляйте Насколько я понимаю, фермеры Которые занимаются мясным животноводством В Кировской области В 2017 году столкнулись с серьезными финансовыми проблемами Эти проблемы не могли не сказаться На развитии хозяйства Почему возникли эти проблемы И к чему они привели в этом году Мы сегодня должны понять Каковы перспективы решения этих проблем Кто их должен решить И что нас ждет в 2018 году Я боюсь, что эти проблемы Которые возникли в 2017 году Они уже сказались на некоторых фермерских хозяйствах В крайней степени И некоторые фермерские хозяйства Да, Ольга Николаевна, закрылись Да, и не только фермерских Всех, кто занимается мясным животноводством Это их крупные хозяйства Таких районов, как Афанасьевская И другие районы Видите нас в Курдело, пожалуйста Вот много лет назад В 2000 году Так, Павел, ведь Началось мясное животноводство И за него очень агитировали Был такой специалист Дарья Зосимовна Карпикова Изумительный совершенно Селекционер Зоотехник Вот она привезла идею Из Ростова-на-Дону Мясного животноводства Чем оно прельщало? Ну, не надо доярок Это коровы Но они кормят своих телят Так называемые Называют это так На подсосе И могут реализовать мясо Мясо считается уникальным Вкусное Но очень дорогое И вот привлекло то, что они Менее прихотливые То есть их можно долго держать На воздухе Строят небольшое помещение Вокруг площадки корма Они поедают их А когда очень холодно Ну, свыше 20 Так, Паш? Ниже Да, ниже 20 Ниже 20 Тогда они уходят в помещение То есть это племенной скот На свободном выгуле? Нет, не обязательно Просто скот Да Грифордская порода Грифордская порода Которая Морозостойкая Которая долгое время Может на свежем воздухе Собственно пастись В связи с чем Мясо совершенно другого качества получается Правильно я понимаю? Ну, немножко Не из этого мяса получается Другого качества Расскажите, потому что это важно Почему эта идея Заведение Конкретно этой породы Соблазнило многих фермеров Вложиться в это дело? Ну, соблазнило скорее всего Эта неприхотливость Этого скота И возможность держать его Без особых затрат То есть Затраты только идут На заготовку кормов А здания можно Практически До чтеник сделать И они будут жить Испособленные совсем Ну и бывает Что они даже Живут Пусть здания есть Они живут Прямо там, где едят На подстилке На этой На курганах И выносят практически Любые морозы наши Еще раз Как называется порода? Грифордская порода Грифордская порода Грифорды 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 Откуда везли Где закупали Собственно Скот Ну, она считается Первоначальная страна Это Великобритания Ее создали А мы уже здесь В районе В области Закупали Вот Было племенное хозяйство Селезенника Вот мы там брали Мы взяли там Телочек и бычка И вот с них начали Четыре Пять голов у нас было И с них начали Развели У нас сейчас 150 голов Это в вашем хозяйстве Конкретно? Да, в моем хозяйстве Многие ли хозяйства В Кировской области Последовали Вот этой идеей? Ну, я думаю В хозяйстве 50 хозяйств Занимается Только в Афанасьево Семь хозяйств Взяли вот этих Гирифордов Но вы представляете Ситуацию вообще Афанасьевского района Нет людей Страшные дороги Страшная инфраструктура Все очень такое тяжелое Тайга Тайга Самый таежный район Но стадов 150 голов Это оптимальная Какая-то для фермера Численность? Ну, в основном Мы по технике Ориентируемся То есть У меня достаточно техники Сейчас Чтобы заготовить корма Ну, естественно При благоприятных Погодных условиях Заготовить корма Чтобы для данного количества Если же по голове Наращивать Нужно уже там Дополнительно технику То есть Создавать там Вторую линию Там по заготовке Тена, например Там по заготовке Сочных кормов Ну, то есть Вы все равно Развивались Оптимально А вот это Как мне кажется Да? Ну, вот До 13-го года Я так Наращивал по голове У меня в 13-м году Было уже почти столько голов И вот сейчас Начал тоже уже сокращать А сейчас Вы начали сокращать Да вот Как раз вопрос-то Возникает Ольга Николаевна Когда они все Инициативно это начали Что изменилось-то с тех пор? Давай все-таки спросим А кто поддерживал За какой счет Покупался этот сход? Да, как было И что и сто Это была правительственная Какая-то региональная программа? Ну, думаю, да Да, была региональная программа И проводили семинары Я помню большой семинар В Афанасьевском районе Приезжали даже Представители Москвы Ученые приезжали Один из крупных ученых Приезжал и агитировал Вот за эту породу В связи с ее Особенностями физиологическими Что она подходит Что не нужно много людей Не нужно доярок Еще раз повторю У нас проблема с доярками Вы же знаете Вот И многие Нехотя сначала А потом уже как-то Серьезно подхватили эту идею Ну и часть фермеров Фермеры многие ведь, Паш, да? Да Почти в каждом районе Ну вот я знаю Лебяжья Богородск Кроме того, что влюбляли В эту породу Влюбляли Необходимы же были Какие-то экономические условия Для того, чтобы развивать В пятом году По вам была принята Вот эта же федеральная программа Приоритетный национальный проект По развитию мясного животноводства Все же сказали Все вперед Все закупайте Будет государство поддерживать Так и было Как оно поддерживало? Как государство поддерживало? Вот Очень хорошо Павел Владимирович знает Как поддерживало государство? Вот на том этапе На начале Первоначально там Компенсировали затраты На приобретение племенного скота Как компенсировали? То есть вот Хозяйство Примерно хозяйство Продает скот Например там Ну скажем условно В то время 150 рублей за килограмм живого веса Ну и примерно Рублей 50 За килограмм живого веса Возмещали То есть вы покупаете Условно говоря За 150 50 вам возмещают Да-да С этого килограмма Треть получается Стоимость Довольно заметная Да Треть стоимости Да-да-да То есть А две трети За свой счет покупалось Да Примерно вот в этом И это было выгодно И было выгодно Но это было выгодно И было выгодно То что вот Тогда цена на мясо Была она Достаточно высокая По соотношению Например В сравнении С ценой на дизельное топливо И вот Я в принципе Даже не рассчитывал На то что будут еще И выплачивать затраты На содержание Племенного стада То есть Последние годы Вот может года три Где-то Десятый Одиннадцатый Двенадцатый Может тринадцатый год Шла поддержка Федеральная Федеральная поддержка Была примерно Пятьдесят Пять рублей На Содержание Вернее Пятьдесят пять процентов На содержание Маточного поголовья То есть Была субсидия федеральная Да такая вот Ну Субсидировали то есть Да-да-да Но это не субсидировали А возмещение затрат На содержание скота Была региональная поддержка И тогда вот Это довольно таки Хорошая сумма получалась То есть вот В тринадцатом году У меня вышло На содержание Маточного поголовья На содержание Одной головы Примерно Пять с половиной тысяч Выходило Но если у меня Допустим Пятьдесят голов То это уже Солидная сумма получалась В четырнадцатом году Федеральную поддержку У нас Сняли Объяснято тем Что у нас Не выполняется Условие Заключенные Междуобластью И Москвой По Содержанию По Наращиванию Поголовья То есть там В договоре Было оговорено Вели Условия были выдвинуты Что ежегодно Двенадцать процентов Поголовье На двенадцать процентов Должно увеличиваться Это именно В фермерских хозяйствах Местные Не обязательно Вообще Местные Поголовья А вот тут при чем Фермеры Понятно Странно ведь Да Согласитесь А давайте тогда Поймем Мы обладаем Этими цифрами Сколько фермерских Хозяйств В общем Да привносят Вот в это поголовье А сколько Крупные хозяйства Это очень немного У нас там Доля Фермеры Как раз Наращивали Своё поголовье Мы увеличивали Ну там даже Больше чем На двенадцать процентов То есть я условия Это выполнял А получились Мы тоже наказаны А холдинг Крупная компания Сворачивали Местное животное Наоборот Они на молоко Переходили Сложно было Уже Крупным хозяйствам Сложнее было Это самое Содержать тогда И они уже Невыгодно У них тогда было Даже при дотациях А потом Они начали Вот В том числе Всели денег Они закрыли Своё хозяйство Скотт Вывезли По-моему В немский район И так далее Почему это Почему это произошло Мы выясним Буквально через полминуты И я вижу Что к нам уже Подключается Николай Окульнев Через полминуты Мы поговорим с ним Павел Кутявин Фермер Из Богородского района Сейчас у нас В студии Ольга Лушникова Редактор специальных Программ ТНТ 43 регион Ольгу Николаевну Прекрасно все знают Кировчане По программе Дороги деревенские Специалист в этой сфере Ну и Николай Голиков И Светлана Занько Здесь в студии Присоединяется К нам по телефону Николай Окунев Фермер Из Верхошижемского района Деревня Осколки Там находится ферма У Николая Ивановича Добрый день Алло Добрый день Добрый день Николай Иванович Николай Иванович Да Николай Иванович Мы вас хорошо слышим Здесь в студии Павел Кутявин И Ольга Лушникова Ведущий Николай Голиков Светлана Занько Николай Иванович Мы дошли до 2013 года Когда резко изменилась ситуация В плане дотации На крупный рогатый скот Мясного направления Мясного направления И фермеры Погрузились в такую напряженную Ситуацию Расскажите пожалуйста Как у вас сейчас обстоят дела Ну если честно сказать Конечно мы тоже Занимаемся больше Как бы производством мяса И Для развития Вот От мясного От реализации мяса Для развития Конечно Денежек Почти не остается Поэтому так вот Держимся На плаву Конечно Не падаем Но Для развития Нет базы Это именно связано С тем Что нет поддержки Теперь со стороны государства Или с чем-то еще Конечно Конечно нет поддержки Все равно Вот у нас даже Я приведу пример Агрофирмы Среднеискино Рядом Под боком у нас Они вот Занимаются мясом Ну не то что они Молоком занимаются Ну сколько Держат И крупный рогатый скот У них рентабельность У них Там все у них отлажено Всего 2% Это по мясу Или в целом По хозяйству 2% Нет У них в целом По хозяйству Рентабельность От производства мяса 2% По мясу все таки По мясу 2% Да Это в агрофирме Где там Все отлажено У них весь цикл От и до отлажен Когда стала Складываться Такая ситуация Наверняка Вы сразу Забили тревогу И обращались В правительство Да Что Может Она Усугубляться Было такое Ну да Мы же в 2012 Сбилых Когда в Лебяжи Собирались Круглый стол Был Ведь это все фермеры Тогда Что заниматься мясом Высказали ему Такое предложение И я вот Когда В 2017 Году В начале Зимой Васильев у нас В Верхочужем Приезжал И тоже встречался С ним И разговор Вел на эту тему Давайте тогда Прямо скажем В 2012 Году Что фермеры Просили Ну чтобы Датировали Как-то мясную Продукцию Сделали Чтоб Как на Западе То что Не рентабельно Датировать А то что Рентабельно Не датировать Что вам было Мясо Нерентабельно Да Мясо Нерентабельно Просили Чтоб Как-то Сделали Датировали эту продукцию. Мы могли фермерские хозяйства тоже развиваться на уровне агрофирм. Что-то вам пообещали тогда на совещании? Ну, Белых тогда нам сказал, что дотации все на тот год были распределены. Давайте подумаем над этим вопросом на следующий год. А на следующий год, на 13-й год, сделали просто выделили дополнительные денежки на создание крестьянско-фермерских хозяйств на начинающего фермера. Те, кто производит мясо, так и остались мы ни с чем. И так с тех пор ничего, картинка не менялась или еще хуже стало? Нет, картинка не менялась. Так же, как было, так все. А начинающих-то фермеров больше появилось? И чем они занимались? Или занимаются? Нет, начинающих то, чем. Там разные виды деятельности. Но на один год было выделено дополнительные денежки. Появляются начинающие фермеры. Николай Иванович, скажите, пожалуйста, вот ситуация в Верхошижемском районе сейчас вообще с фермерскими хозяйствами какова? То есть вот все выживают, как вы, или кто-то уже закрывается? Ну, можно сказать, что закрывается. Часть уже закрывается. А что, кто? Вот брали гранты на развитие фермерского хозяйства тут одни, вот, Верхошижеме. Ну, они практически все сворачиваются. Вот они, им еще осталось продержаться год, и я думаю, что они закончат всю деятельность. А вы, а вы, какие у вас планы надежды чаяния? Ну, нет, мы пока держимся и стараемся развиваться. Духом не падаем. А характеризуйте, опишите нам свое хозяйство, пожалуйста, кто у вас там работает, какой у вас скот в каком количестве? Сколько у вас? Какое у вас поголовье? Какой породы? Вот там это тоже, вот, мы тут говорили по породам. Ну, у нас сейчас где-то 150 голов скота. Ну, у нас смышлены, есть и гирефорды. Мы как бы упор-то делаем в будущем на гирефордизацию, чтобы просто покрываем чернопестый скот быками-гирефордами, там рождаются помеси. Ну, помеси тоже, помесное мясо тоже очень хорошее. И, как бы, в дальнейшем есть, конечно, и чистопородные уже, и келочки, и коровы-гирефордки. Ну, как бы, занимаемся производством мяса и упор делаем на мясной скот потом, как бы, в дальнейшем. А куда продаете свое мясо? Мясо мы сдаем по договорам. У нас Куменский аграрный техникум договор заключен. Ну, вот мы уже лет пять, наверное, их снабжаем постоянно. И Нижнийский, но курортная зона, тоже договора заключены. Кто где может. Сколько человек работает у вас в хозяйстве? В пределах пяти человек. Пять человек. Да, вот я хотела еще раз тоже про мясо. А в какую цену вы продаете мясо? Сейчас мы по договорам продаем по 250 рублей за килограмм мяса. Это говядина, да? Говядина. Да, говядина. Говядина высокого качества, вы говорите. Да, да. А сколько получается, если это можно, конечно, озвучить, сколько вы получаете в итоге вот на жизнь там, да? Навар какой-то. Навар какой-то. Рентабельность-то какова, по-русски говоря? Ну, так примерно хоть, Николай Андреевич. Ну, в смысле, как бы, зарплата какая, да? Да, давайте зарплату. Ну, в пределах 12-15 тысяч. То есть вы живете, пять человек в вашем хозяйстве, 12-15 тысяч, остальное уходит на содержание скота? Да, на содержание, на топливо, на запчасти, на все прочее. Ну, и там вы про развитие, мы просто уже не спрашиваем. Не понял. Про развитие, я говорю, мы просто уже не спрашиваем, да? Что дальше переспечиваете? Да, нет смысла. Ну, конечно, мы, видите, я в 2012 году грант брал, и потом, вот, сын у меня нынче взял грант на развитие тоже фермерского хозяйства, как бы, на увеличение. Ну, за счет грантов, можно сказать, еще немножко держимся. Что ваше, вот какое ваше требование или просьба, и кому она обращена? Что нужно изменить? Что нужно изменить? Надо, вот, знаете что, вот, допустим, хозяйство работает, потом молоком занимается, им же на каждый литр, на данное молоко, по концу года дают неплохую дотацию. Датируют. По мясу у нас этого нет. Вот хотя бы тоже сделали так же. На данный килограмм, допустим, по концу года какую-то датировали продукцию мясную эту. Понятно. Сколько дотация должна составлять, чтобы было рентабельным производством, можно было вкладываться в развитие, и все-таки зарплата была не 12, а хотя бы в 2, в 2,5 раза больше? Как в Среднеевкино хотя бы. Ну, я думаю, вот мы сдаем по 250, это, конечно, маленькая цена. А вот если бы где-то 300-320 такое от мяса хорошее шло, даже до 350, вот это бы оставалось и на развитие, и на зарплату, и на все прочее. Спасибо. Спасибо. Хочу добавить, что у Николая Ивановича очень хорошее хозяйство. Работают в основном родственники. Я так уже понял, там сын гранты берет, все такое семейное, нормальное. Жена работает, родственники жены. Сам пенсионер уже. Так, все, отпускаем Николая Ивановича. Отпускаем Николая Ивановича. Николай Иванович, фермер из Верхошиженского района, был с нами на связи. У нас на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос. Мы его вчера разместили и спрашивали мы слушателей о следующем. Какое мясо вы предпочли покупать, да? Вот и 5 вариантов ответа. То есть первый вариант мне все равно лишь бы был недорого. Второй вариант только мясо из сетевых магазинов. Ну, понятно, у нас весь город закрыт сетевыми магазинами. Только мясо от крупных производителей. Мы тут понимаем, что мы спрашиваем, да? Потом вариант отдаю предпочтение фермерскому мясу по доступной цене. Ну и потом такой оптовый вариант. Должен быть выбор, потому что монополия это всегда плохо. Вот, Светлана, я все-таки ВКонтакте не попал в группу, я только на наш сайт смотрю, да? У нас лидирует вариант ответа. Должен быть выбор. Монополия это всегда плохо. 55%, 56% почти говорят так. 33% говорят, что отдаю предпочтение фермерскому мясу по доступной цене. Только мясо крупных производителей и сетевые магазины. 5,5%. Никто не говорит, что лишь бы было недорого, любое мясо куплю. И в связи с этим мне хотелось вот как-то... Нет, ну смотри, Светлана, если суммировать, да? То есть должен быть выбор монополия это плохо. Но предполагает, что должно быть мясо и от крупных производителей, и от фермеров, да? И от частных хозяйств, личных подсобных хозяйств тоже. Но, тем не менее, 33% говорят, что мы хотим фермерское мясо по доступной цене. Я поэтому хотела спросить... Нет, ну опять же, извини, я тебя перебью. Что такое доступная цена, да, вот условно говоря? Для всех разная. Да, а на это понятие для всех разная. Вот говорят, что продают по 250 рублей, но это как бы цена от производителя, да? С другой стороны, я смотрю, у нас открывается магазин там марийской фирмы, где 340 рублей, это цена уже продавца. Отпускаем. Но это цена крупного производителя, не фермерского хозяйства. Вот, это не фермерского хозяйства. Но все равно, как бы, вот этот вариант, что значит доступная цена, он немножко размывается тут, вот не очень понятно. 250 мало. Это безусловно мало, да. Это безусловно мало, это понятно. Ну, я еще процену на мраморное мясо. Вот. Настоящее мраморное мясо, оно... Все равно про качество сейчас поговорим. Что такого в этом ваше мясе? Сейчас, секундочку. 50-55 тысяч 1 килограмм. Это вот настоящее мраморное мясо, выращенное... Из Аргентины. Ну, почему? И у нас в России сейчас научились выращивать. Сколько? 55 тысяч килограмм? То есть по этой цене я продаю своего бычка, даже не дотягиваю до этого. Это целый бычок столько стоит, да? Вот сколько килограмм мяса мраморного? Да, да, да. Ну, это берут, конечно, там рестораны московские, там питерские и так далее. У вас берут? Нет, нам не попасть туда. Вам не попасть. Нет, там бесполезно. И дело-то в том, в чем сейчас уже есть специальные машины, которые определяют, там, допустим, мраморность, там, разреза, где-то между пятым и шестым ребром, и машина это определяет, мраморность, там должно соответствовать. И выращивают-то его технологии выращивания, там, обязательно на барде. То есть это вот отходы от производства спирта. То есть рожь делает, рожь перегоняет, ну, заваривает и перегоняет. Это правильно барда, потому что некоторые барда говорят еще. Ну, барда или барда, да. Ну, да, ну, понятно. Расскажите, что это такое? На этих отходах выращено, оно получается уже ближе к мраморному. Они там что, они с градусом отходят они? Конечно, с градусом. С градусом? Да. Света, а как же? И велик ли градус? Ну, градус не мерил, не знаю. А как себя ведут после этого коровы? Ну, спокойно. Ну, в принципе, это отходы, как бы, вот, от предбраживания, которые возникают, да, то есть там невысокий градус, там градус браги, да, по-русски говоря. Потом это все уже перегоняется. Извини, ведь всегда в частных хозяйствах кормили скот, либо пиво добавляли домашнее, либо что-то еще, потому что это очень хорошо для мяса. Я, когда выращивал петуха, у меня, кроме пива, ничего не пил. Я только цветочки иногда добавляю некоторым. Хорошо, а качество самого мяса, вы говорите, вот это мясо, оно уникальное, очень вкусное и полезное. Оно вот, почему таким считается? Ну, вот именно особенность его, допустим, делают, вот, стейковое мясо называют его. Стейковое мясо, там, семь вариантов, это приготовление этого мяса, и его можно, допустим, без дополнительной там добавки жиров, там, или что-то, и оно само по себе его жарят, обжаривают, и вот получается. Мгновенные прожарки, мясо-гриль, которое так популярно с рубежом. Я помню прекрасно в Испании эти вот такие здоровые, красивые стейки. В Америке показывают по телевизору такие штуки, что кинул так вот сразу на грязь, и оно уже там готово. Там именно за счет вот этой мраморности, там, закрепления вот эти жировые, они уже есть там. А нашу говядинку, Коля? Нашу говядинку я готовлю три часа, если есть нельзя. Три часа готовишь. Ну, это коровая старая была. Мы сейчас прервемся на две минуты, у нас реклама, и продолжим говорить с фермерами о мясном животноводстве и перспективах. Продолжается программа «Дневной разворот». Кировские фермеры закрывают свои предприятия. Причины и последствия обсуждаемые здесь в студии. У нас в гостях Павел Кутявин, фермер из Богородского района. Ольга Лушникова, редактор специальных программ ТНТ 43-й регион, автор программы «Дороги деревенские». И сейчас с нами на связи Владимир Гуляев, фермер из Лебяжского района. Владимир Николаевич, добрый день. Добрый день. Владимир Николаевич, мы уже поговорили с Николаем Окуневым и с Павлом Кутявиным. Они вам хорошо знакомы. Коллеги поделились, ваши коллеги поделились историей, собственно говоря, что происходило до 2013 года и что происходит сейчас. Судя по тому, что сказали они, то хозяйства не расширяются, не развиваются, а выживают и еле-еле. Для меня, конечно, зарплата сотрудников фермерских хозяйств в 15-12 тысяч, она просто поражает. Причиной называют невысокую стоимость закупи мяса, который производится, высококачественного, первое, и отсутствие помощи со стороны государства, со стороны области либо федерации. Вы разделяете вот эту точку зрения? Считаете ли вы, что региону как минимум, потому что с региона надо начинать? Нужно сесть за стол переговоров, четко оценить вот эту вот ситуацию и принимать уже какие-то решения, чтобы фермерские хозяйства не закрывались у нас. Алло. Да, Владимир Николаевич, мы вас слышим. Еще раз здравствуйте, мы слушаем вашу передачу. Я знаю, что вы по интернету нас слушаете. Да, да, смотрим, слушаем. Ну, конечно, молочная отрасль Кировской области на высоте, но вот мясное скотоводство как отрасль действительно переживает, наверное, последние два года и в личных подсобных, и в фермерских хозяйствах, и в крупных хозяйствах, ну, не лучшее время. Причина, наверное, в чем тут скрываться? В первую очередь, на мой взгляд, молочное скотоводство отличается от мясного тем, что в молочном скотоводстве получается от коровы и молоко, и скот. То есть, а в мясном скотоводстве мы получаем только от матки, как коровы, только теленочка. Эта теленочка растит 6 месяцев. Если считать себе стоимость содержания одной маточной головы, то она выражается примерно от 22 тысяч до 30 тысяч в год. Только содержание одной маточной головы. То есть затраты как бы, да, фермерские? Да, затраты именно маточной головы. Это по-разному, это в лучший период. Это да, в лучший период. И вот я уже коллег слышал и полностью их подтверждаю. А бычка, бычка на рынке мы можем в сегодняшних ценах и условиях продать всего лишь за 50 тысяч. То есть... А бычка сколько растить надо перед продажей? Ну, растить если год и два, год и три, ну, полтора от силы. Полгода он сходит с матерью, а там идет на, как бы, на доращивание. И затраты получаются примерно 20 тысяч. То есть 22 рождаемся, 22 растим. Ну, содержание тут и корма, и все остальное. Получается, в лучшем случае, 45,50. И в лучшем случае сегодня мы продаем этого бычка за 55 тысяч при цене 250 рублей. То есть, видите, какая арифметика. Арифметика грустная. Очень грустная. Поэтому в такой ситуации, безусловно, я не знаю, как возможность других областей, но возможность кировчан, вот уже вопрос был, да. Все хотят купить 33% крестьянского мяска и по сходной цене. И наша сегодняшняя цена при такой себестоимости получается, чтобы выдержать производство, или нам нужна дотация, дотация на содержание маточного поголовья. Особенность, допустим, нашего крестьянского хозяйства. У нас сегодня 60 коров маточного поголовья. Общее поголовье 240. И в текущем году, допустим, маточное поголовье, в отличие от поголовья молочного, не датируется. То есть у меня еще получается, как по затратам, если в прошлом году государство, то есть регион датировал 30,5 тысяч, содержание маточного поголовья, то у меня получается теленок, раздающийся, допустим, по прошлому году 25 тысяч в себе стоимость. Аначе, если дотации еще не было, то он у меня вытянет примерно в 30 тысяч в себе стоимость. А цена стоит 250. И способность наших покупателей не больше 250-300 рублей. А чтобы наше мясо было рентабельно, на примерно цену как минимум 350-450. Вот эта вилка даст возможность нам развиваться. Либо вилка, либо дотации какие-то, которые будут закрывать вот эти затраты. Стоимость цены мяса 250-300, это убыток. И вот этот убыток мы, как сказать, допустим, в нашем хозяйстве закрываем за счет другого вида деятельности. Ростневодство, то есть многолетние травы. Почему не бросаете это дело? Ну, бросать, понимаете, бросать не будем, бросать. Но, безусловно, расширенного производства, расширенного производства, безусловно, уже, как сказать, не планируем. Чтобы увеличить поголовье, допустим, до 400, 400, и из них иметь 100 где-нибудь, 120 маточного поголовья, на это хозяйство уже, как сказать, не повезет, поскольку тут ограниченности, во-первых, в чем? В площадях, если у нас сегодня 1200 гектаров земли, сельхозугодий, то мы из расчета, допустим, на это поголовье используем уже где-то, во-первых, пастбище. Пастбище – это на около гектара на условную голову. Если у нас 250 голов, это на 250 культурных пастбище. 250. И плюс по 2 гектара – это корма, корма, в частности, сена, зерновые. Это получатся еще 500. И в том случае на поголовье 200 голов, 250, нам нужно около 800 гектаров земли, а то и больше. Чтобы увеличить до 300, значит, вот такая арифметика. А земли-то что, не хватает? Пастбище не хватает? И пастбище, допустим, особенно вот прошлые, засушливые, нам 200 гектаров пастбище на это поголовье не хватит. То есть приходилось закупать. Или увеличивать пастбище, хоть и говорят, что скот неприхотливый к этому, ну, что свободно могут гулять. Мы эту стадию прошли и понимаем, что без культурных пастбище, без культурных пастбище как в молочном, так и в мясном скотоводстве не обойти. Это у нас не Альпы, не горы, как в этих... Мы поняли, где. Мы знаем, где Альпы. Спасибо, спасибо. Владимир Гуляев, фермер из Лебяжского района, между прочим, председатель районной думы. У нас остается буквально 5 минут. Мы должны еще несколько очень важных моментов отметить. Ну, во-первых, мне все равно надо спросить, а что у нас с пастбищами проблема? Вот новый наш губернатор Игорь Владимирович Васильев говорит, земля — это богатство Кировской области, мы всегда говорим, сколько заброшенных у нас земель, и что теперь нет земли под пастбище? Везде по-разному, Светлана, везде по-разному. Но я бы вот хотела подвести некоторый итог, потому что занимаюсь давно этой проблемой. Дело в том, что когда агитировали наши дорогие товарищи из Департамента сельского хозяйства, по-старому называю теперь министерство, надо было просчитывать, на что это выйдет. Правильно ведь я говорю? То есть должно быть перспективу видели. Вот это, это будет. Так активно агитировали, и в результате вот такой итог. Но ведь ответственность за все должна быть в государстве, в том числе и за эти идеи. — Ольга Николаевна, Вы говорили, что хозяйства закрываются. Представляете себе численность какую-то? Ну хотя бы на Вашей памяти, какие хозяйства Вы наблюдали, что закрываются? — За год, я думаю, что закрываются крупные хозяйства, в смысле товарные. Закрываются, ну так я не знаю численность точно, но закрываются. И фермерские закрываются хозяйства, и личные подворья прикрываются. — Ну лично это подворья, они просто уже с астрономической скоростью закрываются. — Ситуация эта длится уже достаточно долгий период времени. — Точных цифр нет. — Да, я поняла про закрытие. — Все говорят разные цифры, поэтому я остерегаюсь сказать. — Ну я надеюсь, что все-таки министр сельского хозяйства, господин Котличков, придет к нам, расскажет что-нибудь про это. А давайте мы все-таки, я вижу, письмо на столе лежит, фермеры обращаются к кому? — К губернатору. — О чем Вы пишете? — Обращались еще, когда он исполнял обязанности губернатора, мы обращаемся, вот всю проблему здесь мы полностью описываем, и хотели бы встретиться с губернатором. Не просто там с министром сельского хозяйства Котличковым, именно с губернатором, чтобы вот фермеры, которые занимаются местным скотоводством, есть огромное желание, чтобы нам официально все разъяснили, что же будет дальше. Или мы будем закрывать, ну мне в принципе закрыть, мне осталось там 4 месяца до пенсии, это несложно. Но после агитации многие люди, которые вот занимаются местным скотоводством, выиграли грант, столько было затрачено трудов на это, и землю оформлять. В общем, там такие денежные вложения у них были, и потом плюс еще проценты им давали, старые проценты в банке, кредиты. И сейчас получается, что их бросили. Бросили, процентную ставку никто не меняет, и они вот сейчас раздираются. Или им продавать это все, но у них 5 лет они должны выдержать. — По условиям гранта, да? — Да-да-да, и вот будут они так тянуть, я не знаю, это уже последние жилы из них вытягивают. — Причем интересно, ведь смотрите, мы ведь говорим-то о очень важной вещи, да? То есть мы говорим о мясном животном, мяса-то вот люди хотят, мяса не хватает. — Мяса не хватает, говядины не хватает. — Говядины нет, российской говядины практически нет, везем черти откуда ее. — Да-да-да, и неизвестно. — Скажи результат вот этого письма. — В общем, я писал даже два раза, первый раз никакого ответа не поступило, пишу второе письмо. — На имя губернатора. — На имя губернатора, что вот ответа не было, не знаю, дошло, не дошло, потом пришло два ответа друг за другом, что они получили. Назначили мне встречу с Котлячковым, там, созвониться с ним, но я один-то не хочу встречаться с Котлячковым, мы хотим все встретиться и с Котлячковым, и в первую очередь с губернатором. — Проблему вот эту еще раз осветить, потому что, когда губернатор объезжал районы области, во многих районах, где занимается именно местным скотоводством крупнорогатого скота, ему этот вопрос задавали. Когда очередь дошла до нашего района, к нам в район должны были приехать, я этот вопрос задал, но было указание сверху, вот из Министерства сельского хозяйства, такие вопросы к губернатору не задавали. — А вы все-таки задали? — А я задал его, потом получил ответ, ответ он такой вообще расплывчатый, это уже три варианта ответов слышал на это. То есть, почему у нас перестала дотация поступать в сельское хозяйство по местному скотоводству, вот сейчас зачитаю. — Очень интересный ответ. — В 2017 году средства сконцентрированы на мероприятиях, предусматривающих необходимость привлечения средств федерального бюджета на условиях софинансирования. Это получил я. — Вы что-нибудь поняли? — Нет. А я не дурак, вроде бы ничего не понял. Ну, это такой язык, это же канцелярский язык такой, когда вроде бы много слов и ничего не значат, да? — Ну, оно так называется вообще, это отписка называется, по-русски называется отписка. — Да-да-да. — Так письменного ответа и не получен. То есть, если софинансирование, почему из наших средств, почему, допустим, не взяли у молочного скотоводства, они живут, у них, допустим, у молочного скотоводства, прибыль с одной коровы получается только 100 тысяч чистыми. — И при этом они еще и датируются. — Да-да-да. — Да. — И плюс к тому, что они вывозят молоко, там, многие вывозят за пределы области, а получают дотацию из области. — Мы же свое мясо, допустим, никуда не вывозим, мы его в области реализуем, население области, и по дешевой цене, и нам область отказала в дотациях. — То есть, мне кажется, что, конечно, этот вопрос должен, конечно, губернатор, внимание обратить, безусловно, Евгений Владимирович. Будем надеяться. — Да, будем стараться. — Потому что оставить область без своего мяса, это очень недальновидно. Это, на самом деле, вы правильно сказали, вопрос безопасности, продовольственной в том числе. — И оставить без ответа настоящего. — Причем письмо от фермера, который работает на земле, это просто неправильно. — Да, и звонит секретарь Котлечкова, и ему что-то там объясняет. Как это? Разве это серьезно? — Ну что, будем подводить итоги короткие, да, Светлана? — То есть, будем надеяться, во-первых, что правительство все-таки обратит на это внимание и не даст фермерству. По крайней мере, умереть это точно найдет способ какой-то его помочь. Может быть, там, в каком-то хотя бы, вот из того, что говорили, да. — Да, в условиях санкций особенно нам это важно. — Вот да, тем более, у нас, говорят, в условиях санкций мы должны поднимать свое производство. Это импортозамещение, вот оно оно, а почему же мы его не поддерживаем? — Живое. — А нас урезали, наоборот. — Наоборот, мы его срезаем, да. Ну что, я думаю, что будем верить лучшее. — Я сейчас пишу, буквально сейчас, в Фейсбук с фотографией Павла Кутявина обращение Игоря Владимировича Васильеву. Прошу его встретиться с фермерами, ответить на это письмо. Просто Игорь Владимирович фотографию приложил. Посмотрите на руки этого человека. Они просто потрясающие. Я вот весь эфир смотрю. Эти люди работают изо дня в день на фермерское хозяйство практически с раннего утра, как мы с вами не встаем, да, и в темное время суток тоже. И не собираются, и не хотят бросать свою работу. Но они еле выживают. Встретьтесь с ними, пожалуйста. Закрывается дневной разворот. Благодарим Павла Кутявина и Ольгу Лушникову. Николай Голиков. — И Светлана Занькова. — До свидания. — До завтра. Светлана Занькова.